Сегодня есть решение, которое они хотят в правовом поле, не нарушая Конституцию. Все так говорят. В первую очередь Майя Санта. Я подумал последние несколько дней, и есть решение. Очень простое. Что говорит партия ПАС? Они говорят, что есть угроза, что все-таки найдется 51 голос и проголосуют за того кандидата, которого бы выдвинула Майя Санта. Уже все привыкли называть это хоть за табуретку. Так называется эта операция. Вы знаете, я вот сидел и думал, звучали даже фамилии некоторых представителей гражданского общества, некоторых дипломатов, ну кого бы следовало выдвинуть. Но они говорят, нет, за него проголосуют. То есть они хотят досрочно. Это очевидно. Партия ПАС. Все остальные также заявили, что они за досрочный выбор, но никто не предлагает никакого конкретного механизма. Все вот эти запросы в Конституционном суде, в заморозпуске, это бравада. По вашему мнению, социалисты и группа Шора, Пентру Молдова, будут голосовать за любого кандидата, которого выдвинет Майя Санта, в случае, если она выдвинет? Вы знаете... Чтобы отложить выборы на... Вы знаете, там план немного другой. Значит, исходя из некоторых переговоров, которые ведет Дадон, значит, все заключается в том, что, ну, как бы, самый быстрый вариант был бы, если бы социалисты, гарантированно вместе с партией ПАС, другие фракции, не считая, проголосовали бы за... не проголосовали бы два раза за кандидатов премьера. С кем ведет такие переговоры, Игорь Дадон? По-разному. Это сейчас обсуждать не буду. Важно другое. У Дадона другой план? Нет. А давайте-ка лучше мы три месяца не будем голосовать в парламенте, не будет никаких законодательных инициатив. Почему Дадону нужны эти три месяца? В его голове существует некий план, что за это время упадет рейтинг Майя Санту, который начал падать, не сильно, но начал, и вырастет Дадон. С чего он взял, что может вырасти его рейтинг, его бы чем не поливали, я считаю, что это невозможно. Но суть в другом. Дадон видит эти выборы в конце мая, в начале июня. Единственное, в чем был Дадон прав, из всех его политических заявлений, что он говорил, что, ребят, без партии социалистов вы не сможете добиться досрочных парламентских выборов. У меня есть предложение. И мы в течение недели с вами реально увидим, хочет Дадон, ШУР, партия демократов, платформа, да, выборов или нет. И вот пришла идея. Вот госпожа Санту находится с официальным визитом в Киеве, да. По возвращению из Киева я синицирую встречу с Кудовом на пришедении. И предложу ей... А, кстати, на вашу инициативу встретиться она как реагирует? Мы несколько раз разговаривали, то есть у нас нет тесного контакта. Когда у меня было мнение по тому или вопросу... Ну, вы общаетесь. Я звонил, она брала трубку. Да, последний раз мы разговаривали 1 января, то есть с тех пор мы не говорили. Поздравляли с Новым годом друг друга. У меня есть предложение для днем. Кандидат, за табуретку они проголосуют. Как вы считаете? Только не говорите, что вы сейчас хотите предложить, выдвинуть в премьер-мист Рената Усатова. Слушайте. Я угадала? Вы не угадали, это логично. Представьте себе лицо Зинаиды Петровны, Батрынчи, Цирди, других людей не перечислить. Кандидат Рената... Знаете, зачем, Наталья? Ну, надо людям сказать честно, без всяких исполнений, без всяких глупостей сказать, что, ребят, я иду кандидатом в премьер, за которого не должны голосовать. И, не проголосовав, они подчеркивают свою позицию о том, что они хотят досрочных выборов. То есть, вы официально предлагаете, мы можем считать, что посредством этой программы вы официально предлагаете Майя Санду выдвинуть вас в качестве премьер-мистера? Конечно, мы же это говорим на всю страну, мы же не обсуждаем это с вами во время рекламы. Понимаю, что за вас социалисты и группа Шорни проголосуют в качестве премьера. Не понимаю, а будучи уверен. А почему? Наталья, смотрите. Первое, если они такие честные и хотят досрочных, то они не проголосуют. Есть вариант два, где мне нужно к пяти придется, в том случае, если будет риск того, что они все-таки попытаются что-то исполнить, чтобы избежать этого риска, тот, про который говорит партия ПАС, я обращусь к 51 депутату парламента отдельно, прям с трибуны, с папочкой, с конкретными обращениями. После этого проголосовать за меня, это просто не важно. С каким обращением вы собираетесь выступить? Я знаю, что им сказать, чтобы они не голосовали за меня ни сейчас, ни через год, ни через четыре, ни через десять. Чтобы это не выглядело как популизм, скажите, откройте сколько. Наталья, ну вот давайте, ну а зачем открывать? Мы хотим сегодня, я хочу сегодня добиться досрочных парламентских выборов. Хорошо, конкретно, когда вы будете предлагать Майе Санду встретиться? Я не слежу за ее графиком, я так понимаю, завтра-послезавтра она должна вернуться. Она возвращается, да. Да, она возвращается, я попрошу встречу, на которой выскажу детально и обрисую ситуацию. Продолжение следует...